К теме энергетики еще вернемся, а сейчас о сотрудничестве России и Белоруссии. В том числе спорные вопросы по поставкам и цене российского газа. Сегодня обсуждают в Москве Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он прилетел с рабочим визитом и уже приехал в Кремль. И буквально только что мы получили кадры с начала встречи. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые друзья, мы очень рады вас видеть в Москве в преддверии Нового года. Как мы договаривались, встречаемся за несколько дней до наступления 2019 года. В целом, я считаю, что у нас отношения развиваются весьма успешно. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 23% и превысил 32 миллиарда долларов. В этом году еще свыше 12% рост в базе прошлого года. Это значит, мы выйдем за показатели прошлого года. В Беларуси накоплено значительное количество российских инвестиций, прямых, это около 4 миллиардов долларов. У нас, что особенно приятно, это то, что отношения у нас очень диверсифицированы. Это и промышленности, и сельские хозяйства, и всё это на подъёме. Разумеется, есть и вопросы. При таком большом объёме взаимодействия всегда вопросы возникают. Они лежат, как правило, у нас в сфере энергетики, хотя мы полагаем, что и здесь очень многое сделано, особенно в рамках Евразеса, да и на двухсторонней основе. У нас сегодня есть возможность поговорить по всем этим темам. Наши коллеги работали, проводили консультации. Я сегодня предлагаю, даже если мы не выйдем на такие конкретные решения, всё-таки мы с вами договаривались вместе послушать обе стороны. Ну, а если и договоримся, будет совсем хорошо. Во всём случае, я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двухсторонних отношениях. Ну, и необходимо предпринять всё для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее. И, несмотря на вопросы, которые возникают в этих сферах, нам всегда с вами удалось находить решения. Мы очень рады вас видеть. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы действительно держим слово. Мы в Питере с вами договорились, что не будем устраивать там кашу в переговорах. Там дел было много, людей было много. Мы договорились продолжить наш разговор здесь, в Москве. Поэтому я благодарен вам, что, определившись со временем, вы нашли время такое, чтобы здесь встретиться, обсудить комплекс вопросов, которые так или иначе, правильно, при огромном объёме проблем, которые возникают в наших отношениях, очень продвинутых, очень тесных. Будем прямо говорить, ну, ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и у россиян. Поэтому, естественно, мы движемся вперёд, как и договорились. Естественно, на этом пути возникают определённые проблемы, но они не сопоставимы с теми достижениями, которые вы перечислили в цифрах. И вы знаете, вы только что сказали, что мы можем договориться. Я больше скажу, что действительно можем договориться, потому что команды, которые с нами здесь находятся, провели ряд раундов, переговоров, они знают проблему, да и мы с вами уже глубоко посвящены к тем проблемам и к тем вопросам, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в Новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в Новый год. Вас же хочу поздравить с хорошим разговором с россиянами, белорусами и я, в том числе, внимательно отследили ваш разговор и реакцию вашего общества, российского общества, да и нам не чужого, чужое на те проблемы, которые вы обозначили. Они и для нас очень важны, поскольку, как вы сказали, мы очень сильно тянуты в этот водоворот, в общий водоворот проблем мировых. И если у нас есть какие-то проблемы, я вот так думал, что давайте будем откровенны, что они порой порождаются не здесь, не нами. Мы вовлечены в этот глобальный процесс, поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, в мировой экономике, мировой политике, в военных вопросах, так или иначе, они касаются нас, и мы хотим, не втянуты в эти проблемы, но их надо решать. Хотелось, чтобы нам с вами меньше было этих проблем для решения, чтобы министры и правительство решали, но порой эти волны докатываются для нас, но судьба наша такая, что нам приходится их разрешать. И я думаю, что, как всегда, понимая их, мы найдем решение во имя белорусов и россиян. Продолжение следует...